Привет, друг заходящий на видео с тобой. Как всегда, дядюшка Розе, и это канал по видеоиграм. Ты чё говорить? Это канал по всему. Это ответвление от того, что мне нравится. Мне нравится играть в видеоигры. И всё. Там обновление очень небольшое. То в целом буду отвечать на задаваемые вопросы. Ну их там немножко тоже. Начнём с обновления. Мессерверное подземелье. Арена. Пылающая долина. Делятся на кластера. Леона, Зикхард, Барцерика. Ну, 70 уровня, 200 тысяч хода. Завершается остров древних. Добавляются редкие временные коллекции предметов. Обновляются коллекции редких временных предметов. Переходим к ивентам. Босса, Крейла, Искривлённый, Крума, Кастур. Это мировые боссы, на которые могут ходить все. Если мы нажмём на такие головы, мы увидим боссы. Обычные боссы и мировые боссы. Они немножко отличаются даже цветом. Если мы посмотрим. Такая красная голова, а тут такая рыжаватая, оранжевенькая, можно сказать. Тёмно-оранжевый цвет. Они расстаются утром. Два босса и вечером два босса. С них выпадают религия, ордена, разные вкусняшки. В период проведения ивента выдаётся двойная награда во время сражения с мировых боссов. То бишь, двойная награда вы получаете. Если вы мах, лучник, отключайте массовый урон, потому что вас убьют из-за того, что вы слагнетесь, кого-то заденете. А вы слабый, потом будете кричать, за что меня. Также смотрите, куда бежит босс. То бишь, убегаете от босса. Не нужно ближаться с боссом, потому что вас убьют. Или вы милик, берёте лук и с дальней дистанции наносите одно попадание. Ну, если вы попадаете по боссу, я думаю, вы будете попадать. Вам дают эту награду. Так, теперь горная зона конфликта. Помню, кто-то писал, что я там не раскрыл полностью, как правильно проходить зону горной. В целом, это чем-то похоже на доту, только без составления вещей. Там улучшение и гриппа. То бишь, повезло, что за тебя какие-то доны попались. Это хорошо. Там уничтожаются башни, и на этом заканчивается игра. Выходит время. В целом, сейчас уничтожают башни. Примерно там за минуту этот ивент проходит. Если у вас нет саба на ножа, вы там не проучились и не скилл на скорость бега, вам нужно убить хотя бы парочку мобов, чтобы получить 10 очков. И вам дали там минимальную награду в виде итемов для создания карт. Ну, хороший ивент. Горная зона конфликта. Х2 награды. Писенка, виталка и расходка утром и вечером. Дальше у нас пропуск сезоны добавляется. Тоже расходка, карты. Активируем пропуск, получаем кучу виталки. Победа над мировыми боссами. Прохождение пропуска и карты. Очень хорошо. И группового подземелья. Карты по 11 раз. Можно получить, если ходить на данные мероприятия. Дальше у нас донат за реальную валюту. Карты артефакта. Реликвия. Это самая выгодная пропозиция. Это самое выгодное предложение. Кому-то не нравится, что я там шок, гэка, еще что-то. Мое происхождение. Я скажу вам, идите нахуй просто. Вам кажется, что я коверкаю, там как-то неправильно выговариваю. Я скажу, идите нахуй. Самое выгодное предложение. Потому что мы тут получаем алмазы. Ну как бы мы покупаем алмазы за реал. Ну и нам дают реликвия. Карты и еще ордена. Мы тут выбираем. Что нам нужно. Ну такой же, только немножко жирнее. Без орденов. Правда, лучше бы ордена положили место вот этой карты. Один раз в день можно скупать вот такие вот паки. Полторы тысячи алмазов. Карты мастера. Кристаллы души мастера. Карты высшего. Ордена, знаки, кристаллы, реликвия. Ну и нам нужно скупить 4 хотя бы пака, чтобы получить. Ну, чтобы скрафтить карту артефакта. Но это обычное. Очень сложно получить. Переходим к обычным пакам. Трехэтапные. Купаем 4 пака и 2 итема. Бесплатно считайте. Карты мастера на выбор. И вот такой вот купончик, за который можно скрафтить 100% тоже карты мастера на выбор. Или попытать удачу бежа донатная. 5% шанс крафта. Шестая бежа. В самих паках видим очень много реликвии. Бонусная монета мастерства. Зелье пробуждения. В этот раз они положили, но это нормально орденов. Карты мастера. 2 карты по 11 раз. Дальше мы идем. Можем создать акции. Книги наследника. Мощность зелья восстановления. Шанс двойного урона. Сопротивление двойному урону. Абсолютное уклонение. Абсолютная точность. Игнорирование сопротивления урона. Увеличивает шанс блокировки умений. Увеличивает шанс блокировки урона. Промоушен на оружие. Легендарным оружием на выбор. Слушайте. 204. Сундучка. Ага. Это сундук испытания Хейна. Размечтался. Ну так в целом ничего такого. Теперь поговорим про часто задаваемые вопросы. Ты забил на игру. Где фармить ресурсы. Сколько ресурсов нужно и ключей для крафта на арене сундучков боссами. Как осветить оружие. Так. Вот эти вопросы я сейчас попытаюсь разъяснить. Короче. Мне все равно. Тебе не нравится мой контент. Поставил дизлайк. Отписался. И не смотри. Все. И п*** нахуй. Ты забил на игру. Ну как видите я играю. Только дядюшки Розе нет у меня больше. Он в лучшем мире. Назовем так. Есть вот такой твиночек. На котором я кручу немножко алхимочки. Если вы хотите познать дзен в алхимии. То станьте спонсорами канала. Дядюшки Розе. Под видео можно стать спонсором. А и так же. Если вы не хотите. Чтобы я пел. Вас мучил. Можете задонатить. С описанием. Пожалуйста не пой. В размере одного пака. Теперь я буду знать как с вами работать. Ну можно сказать что я забил на игру. Но иногда захожу. Покручу алхимочку. Где фармить ресурсы. Фармить ресурсы лучше всего наверное в Вороне. Тут очень много падает. Сталь и кожа. Кожа и дерево должно падать. Короче в Вороновских локациях. Самые лучшие фармить ресурсы. Самые лучшие. Нигде я не видел столько ресурсов. Что падало. Синька там не падает. Но резьбку там можно подфармить. Сколько нужно ресурсов и ключей для крафта боссов в планхоле. Каждый сундук стоит определенное количество ключей. В целом нужно 10 ключей. Зайдем в материалы. Потом курильница. Погибели. Рейд. Это уже для подземелий. Вот такие вот. Нужна сталь. Исключительного качества. Но если мы нажмем вот сюда. То бишь не только сталь. Можно выбрать любой ресурс. Ключ единства. Нужно вот таких 10 ключей. То бишь 300 улучшенной стали. Нам надо 3000 стали. 30 исключительного качества. И за 30 стали исключительного качества. Крафтим 10 ключей на 4 сундучка. Все легко и просто. И последний вопрос. Как осветить оружие? Освещение оружия. Если мы посмотрим это. Мы вставляем разные свиточки. К примеру у меня мотив Евы. При успешной атаке восстанавливает МП. Плохие свиточки. Где их брать? Давайте сначала где их брать? Можно их создать. Если вы ходите на горную зону конфликта. Создать синенькие. Если они не привязаны. Шанс видим. 25 процентов. Там умники некоторые говорят. Что шанс успеха 22.5 процентов. Шанс квит успеха 2.5 процентов. То бишь эти 2.5 процента уходят в шанс успеха. На самом деле 25 процентов шанс успеха. Что в свитах создается. И 2.5 процента. То что он будет не привязанный. Вы сможете его продать на аукционе. Когда он становится не привязанный. Вы собираете создать свиток красненький. Шанс успеха 25 процентов. И нет шанс крит успеха. То бишь он 100 процентов будет не привязанный. Его можно будет продать на аукционе. Также возвращаются вот и темы. В целом мы тратим 3 свитка. Видим свитки. Можно также приобрести на аукционе. Припасы. Свитки. Вот тоже мы их приобретаем. Купить 5 свитков. Попытать удачу. Скрафтить красный свиток. И продать его на аукционе. Мы видим что это не очень выгодно. Очень не выгодно. За знаки поручения также приобрести. Донат магазин, адены, обитель наследника. Но это такие бесполезные свитки. Что я с ними стою, что без них. Что на мп, что на хп. Разницы вообще не вижу. Что-то влияет на мага как-то. Маг сам себя восстанавливает мп. Если у него есть все скиллы. Лучше какой-то урон ставить. Там, не знаю, пвп, если вы пвпшник. Там дебаф какой-то вешает. И вы берете этот свиток и освещаете. Он как точка обычная. Как обычная у меня есть такой. Нажимаем. К примеру, у меня сейчас стоит вот на мп. Если вы хотите поменять свиток. Волна Евы минус 9. И мотив Евы появится плюс 5. Прям так все и написано. Если хотите поменять другое освещение. То просто вставляете другое свиток. И меняете. Ну пытаетесь. Там шансово. Там урон массовый. Площадь небольшая. Тоже урон небольшой. Но такое добивание мобов. Ну и тоже дополнительный урон. Если жирные мобы. Интересно какой на 4. Там процент. Но там я думаю процентов 5. Наверное. Или 10. То что сколько я пытался. Ходил в горную зону конфликта. Создавалось там 3-2 свитка. Неделю 2 раза в горную зону я ходил. В этом победа поражения. Ну короче. В целом 4-3 свитка в неделю я создавал. С нового года я не мог апнуть на 4 уровень. Это жесть. Короче. 3 уровень это максималочка. Но все равно свитки создаются привязанные. В целом это все вопросы что мне задавались. Такие. Я вроде бы кому-то отвечал в комментариях. Кому-то нет. Думаю ответил на все вопросы. Также задаваю вопросы в группе дискорд. В описаниях под видео. Там есть ссылка на группу дискорд. Приходи к дяде на обзор. Я на игру не забиваю. Я всегда с вами. Но я прекратил бустить перса. Мне его вообще нет. Там не надо говорить что это много ходовочка какая-то. Что дядя там от какого-то вара скрывается. Нет. Перс не моет. То если вы там льете кто-то. В принципе никто его не сливал. В случае уникальные люди просто сливают. Пишешь за что, почему. Там какие-то наверное старые обидки. Потому что дядя много на кого что базарил. Всегда обоснован. Дядя просто так не базарит. Если есть за что, дядя всегда скажет в лицо. Дядя молчать не будет. Только в рамках игрового процесса. Это ж лишь игра.